Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и традиционно говорим об основных фундаментальных событиях и интересных новостных изменениях, которые влияют на то, что происходит с нашими торговыми идеями. Заседание Федрезерва позади, рынок немного раскачало, в принципе мы уже привыкли к неплохой волатильности, но на площадках началась коррекция. И сегодня мы ее отчетливо видим на азиатской сессии, потому что продолжают снижаться евро, фунт, австралиец, канадец. Американская валюта прибавляет стоимость и также корректируются фондовые рынки. Попробуем объяснить, с чем это связано. Но начнем традиционно с рынка нефти. Brent 4040 приклеился этот актив к поддержке 40 долларов за баррель. Друзья, я по-прежнему не решаюсь проявить торговую активность по нефтянке, хотя допускаю, что есть очень высокая вероятность того, что с текущих значений мы пойдем ниже 40 и окажемся даже ближе к уровню 35 долларов за баррель. Тем более, что по оценке ряда инвестбанков и МОДИС, о которых я говорил несколько дней назад, прогнозируют то, что до конца этого года средняя цена по Brent может оказаться в районе 35. Ну, в принципе, в качестве ожидания по коррекции достойное значение. Идею слабой нефти я предпочитаю сейчас отрабатывать в распродажах канадца. Поэтому еще несколько дней назад поставил на рост пары доллар-канадец и сейчас действительно этот дуэт активов неплохо прибавляет. 1,3465 мы видим в моменте. По поводу рынка нефти. Друзья, повторюсь, что достаточно негативных фундаментальных факторов это, опять же, сомнения в эффективности сделки ОПЕК+. Факт того, что в этой сделке не участвует Мексика, соответственно, с 1 июля можно рассчитывать на доп. рост предложения примерно на 100 тысяч баррелей. Также мы ожидаем увеличение поставок из Ливии примерно на 300-400 тысяч баррелей. Кроме того, страны Пересидского залива уже подтвердили нежелание придерживаться добровольного сокращения добычи, тоже, начиная с 1 июля. Это значит то, что добыча нефти в этих странах и экспортные поставки могут увеличиться примерно на 1,2 миллиона баррелей. Это что касается поставок на глобальный рынок. Мы следили также за данными по запасам нефти. После Американского института нефти, который подтвердил, что запасы увеличились, нужна была официальная оценка, и мы ее получили. Данные тоже со знаком плюс. Рост запасов на минувшей неделе составил 6 миллионов баррелей. Увеличились запасы и дистиллятов, и бензина. В общем, это как раз тот самый блок статистики, который усилил ожидания медведей, фундаменталистов, ставящих на то, что нефть обязана снижаться. Факторов поддержки, ну, их на самом деле не так уж и много. Можно с натяжкой отметить такие долгоиграющие моменты, как оздоровление мировой экономики, смягчение карантинных мер и последующий рост экономической активности. Но при таком сценарии, друзья, попытке понять, что происходит на финансовых рынках, этот позитив уже давно закладывался в цены, и он уже стал ранее причиной того роста, который произошел по рынку нефти. Поэтому думаю, что весь позитив, все возможности для роста котировками бренда WTI от такого фундамента уже были полностью исчерпаны. Поэтому если вы привыкли рисковать, друзья, если вы считаете, что рынок нефти, с учетом того фундамента, который я озвучил, все-таки скорректируется, можете принимать решение об открытии коротких позиций. Но если хотите действовать вместе со мной, тогда пока что лучше в ожидательной позиции. Индекс американского доллара 96.31. Вчера внимательно следил за тем, как развивается динамика американской валюты пост фактум оглашения итогов двухдневного заседания Федрезерва. То есть, как вы знаете, американский регулятор принял решение оставить ставку на прежнем уровне 0,25%. При этом эта ставка будет оставаться на низких значениях, на около нулевой планке до 2022 года. Что касается программы количественного смягчения, то 4 миллиарда долларов в день на покупку облигаций это программа сохранится. То есть, фактически получается 80 миллиардов в месяц. И также ФРС, как и ожидалось, признал факт того, что готов вмешиваться в текущую экономическую ситуацию и готов поддерживать экономику, если условия на внутреннем и на внешних рынках ухудшатся. Прогноз экономического роста. В прошлый раз ФРС воздержался от того, чтобы прогнозировать изменения в экономике, поскольку ситуация была крайне непредсказуема. Сейчас прогнозы были даны до конца этого года. Экономика может просесть на 6,5%. При этом ожидается уровень безработицы на отметке 9,7,3%. Реакция, первая реакция, которую мы увидели по доллару, это ослабление. И, в принципе, слабость доллара привела к ралли рисковых инструментов. Внимательно следили за кайманом. Я очень рассчитывал на то, что пара евро-доллар после уровня 1,14 настроения там будут меняться. И большая часть трейдеров уже откажутся все-таки от коротких позиций. И произойдет в этих настроениях какая-то балансировка. Но этого не случилось. Настроения по-прежнему указывают на то, что на рынке доминирует шартист. В принципе, по кайману вы можете это увидеть. Что касается индекса доллара, сегодня, друзья, мы уже активно отрастаем. И то, что вот я сейчас, когда готовился к брифингу, я вижу то, что идея покупателей доллара все еще основана на том, что раз американский регулятор не просигнализировал конкретно о том, будут ли дополнительные инъекции ликвидности в экономику, в объемах, в определенных. И также не дал конкретику по поводу альтернативным инструментам, которые могут быть использованы. Это позволило предположить, что все-таки ФРС сейчас более склонен к тому, чтобы сохранить выжидательную позицию и посмотреть, как работают прежние стимулы. То есть, ранее мы с вами предполагали, что если как раз не будет детализированной картины того, что произойдет дальше, это может успокоить трейдеров, которые переживали за будущее американского доллара и старались выходить из него, полагая, что американец будет дальше девальвироваться. Это не значит то, что вчерашнее выступление Джерома Паула и итоги заседания Федрезерва развернули американскую валюту. Это лишь возможность для нас взглянуть на ситуацию с другого ракурса и, пожалуй, дать ему еще один шанс. Но этот шанс будет иметь конкретные ценовые значения на отработку. И если индекс американского доллара все-таки преодолеет минимум вчерашнего дня, это значение 95.70, вот тогда, друзья, из индекса нужно будет выходить. Пока этого не случилось, я лично буду держать длинные позиции. Золото 1730. Я предлагаю на текущих значениях пофикситься, выйти из этого инструмента, поскольку допускают, что может еще произойти коррекция и снижение в районе 1700. Локальный максимум был 1739. В принципе, мы покупали золото с уровня 1720. Ну, нормально. Можно пофиксировать этот профит. Американский фондовый рынок скорректировался. СНП 3156 и коррекция американского фондового рынка еще одно доказательство того, что комментарии Паула не стали настолько обнадеживающими для инвесторов, чтобы те поверили, что ФРС готов заливать снова экономику деньгами. То есть, если бы такие сигналы поступили бы на рынок, американские фондовые секции СНП и вот отстающие еще доу, они бы приблизились к историческим максимумам. Этого не произошло. Биткоин 9900. Я думаю, что 10 тысяч будут тестировать уже до конца этой недели и очень надеюсь на то, что эта попытка будет успешной. Евро против доллара 1.1348. Поскольку у нас сегодня отрастает индекс американского доллара и по риску мы видим коррекцию, друзья, я предлагаю до конца этой недели закрыть глаза на Кайман и попробовать поучаствовать в вот этих распродажах. Безусловно, с короткими стопами. Ну, риск благородное дело. Если мы видим то, что евро, доллар, фунт против американца в моменте теряют больше фигуры, возможно, это как раз предпосылки на то, что эта коррекция перерастет в нечто большее, чем обычный технический откат. Если мы вернемся к прежним локальным максимумам, тогда все-таки сохраним веру в то, что восходящее движение будет продолжено. Но пока рынок дает шанс прокатиться на коррекционном откате, я думаю, что этим шансом можно пользоваться. Тем более, что действительно многие трейдеры ожидают снижение пары евро-доллар на этом коррекционном откате ниже уровня 1.13, а по фунту ниже отметки 1.26. В общем, параллельно еще следим за индикатором рыночных настроений. В последующие дни будем обращать на него не меньше внимания и смотреть за тем, как меняются настроения. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Пока.